Здравствуйте! Это программа «Слово веры». И здесь мы говорим об исторических событиях, праздниках и интересных людях в мире православия. 5 мая православные верующие встретят самый главный церковный праздник – Пасху. В Страстную Седмицу в церквях проходят особые богослужения. Кроме того, полным ходом идет и трапезная подготовка к празднику. В храмах и домах красят яйца, пекут куличи и изготавливают творожные пасхи. Теперь вот так аккуратненько поднимай вверх, вот так, и он там тебя загустит. Давай, давай, аккуратно. Семья Иерея Сергея Пустенького, настоятеля храма Николая Чудотворца, каждый год основательно готовится к Пасхе. В предпраздничные дни супруг Анны Пустенькой часто в служениях, поэтому все хозяйство ложится на ее плечи. А дети помогают, декорируют квартиру и делают праздничные рисунки. Однако главное – приготовить традиционные блюда. Можно вот так вот, чуть-чуть ложечкой на росток. В православной семье Пасху встречают в течение 40 дней. Считается, что ровно столько времени Иисус провел со своими учениками после своего воскресения. У нас еще даже неоднократно куличи печем накануне Пасхи. Потом заканчивается мы еще печем, еще печем. И так все 40 дней у нас куличи, яйца, да. К светлой Пасхе православные начинают готовиться заранее, еще на страстной неделе Великого Поста. Убирают дома, красят яйца, пекут куличи. Угощения готовят и во многих церквях Хабаровской епархии. Сестры прихода храма Николая Чудотворца в этом году готовят куличи в том числе и для гурманов. Кроме традиционного теста замесили 16 килограммов творожного с необычными добавками. У нас здесь изюмчик, манго, ананас, клюква вяленая, кардамончика добавлено. Поэтому у нас очень такой богатый букет. Рецепт этого кулича разработали прихожане храма под руководством Ирины Красновой. В приходе женщина лучше всего знает, как обращаться с тестом. Главный секрет идеально вкусного кулича, по ее мнению, молитва. Здесь работает молитва. И я вам хочу сказать, у нас много раз были стрессовые ситуации, и мы думали, все пропало. Все получалось. С молитвами куличи вкуснее, да? Серьезно говорю. Ну, это вот прям, ну, аксиома. Процесс полностью ручной. Оттого длительный. Готовому тесту необходимо настояться в тепле около трех часов. И только потом его можно отправить в печь. Запах нереальный. Так пахнут творожные куличи. Эта духовка вмещает один поднос с шестью куличами. Одна такая партия должна выпекаться 40 минут. А представьте, сколько времени займет испечь 120 таких куличей. Пока куличи остужаются, замешивается для украшения глазурь. В этот раз рисунки на верхушке нанесут съедобными красками. Не к церкви будет сказано «хендмейд». Вот, все руками. Поэтому у нас нету ни маршмеллоу, которые посыпки. У нас эти вещи просто отсутствуют, как мы там. Куличи раздадут прихожанам храма и отнесут военным в госпиталь. Сам процесс важен не самой выпечки, а потому что мы это делаем все вместе с молитвой и помогаем друг другу. И тем самым укрепляем свои приходские, как это сказать, сестринские взаимоотношения. Самой главной подготовкой к Пасхе православные верующие считают богослужения, которые проходят на Страстной Седмице. Их в храмах Хабаровской епархии проводят каждый день. Посвящены они разным событиям. Например, 1 мая на литургии вспоминали два события. Обед в доме фарисея Симона и предательство Иуды. 2 мая – день воспоминаний Тайной Вечери. Также в канун Страстной Пятницы митрополит Хабаровский Преамурский Артемий совершил службу с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Иисуса Христа. И возвестив не сиди, якожа мене возвестив не сиди, Бочи, и жидал не сиди мне, Бочудай и дежи, есть у нас иди, и будь во мне. В этом году праздник Светлой Пасхи православные верующие встретят 5 мая. Самое масштабное пасхальное богослужение пройдет в Спасо-Преображенском соборе ночью. Те, кто не успеет на него попасть, смогут увидеть прямую трансляцию на телеканале «Губерния». Она начнется 4 мая в 23 часа 15 минут. Сегодня весь христианский мир празднует свой главный величайший праздник – Светлое Христово Воскресенье. Пасха. Господь даровал нам личным примером своим надежду на спасение, ведь Христос воскрес, и в этом и есть весь смысл нашей веры. Когда в Страстную Пятницу на горе Голгофе был распят Христос, его ученик упросил Понтия Пилата снять своего любимого учителя с Христа и похоронил его в пещере. Вход в гроб закрыли большим камнем, и по приказу первосвященников его стали охранять воины, дабы не выкрали тело Христа его последователи и не представили потом все это так, что Иисус воскрес. По прошествии субботы к гробу Господнему подошли скорбящие Мария Магдалена и другая Мария. Они принесли с собой благовонные масла, миры, чтобы умастить тело Иисуса, как полагалось. Но вдруг случилось землетрясение, и сошел ангел Господний с небес, отодвинул камень гроба, сел на него и молвил, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». Изумленные женщины пошли посмотреть и удивились еще больше, когда увидели, что гроб действительно пуст. В пещере осталась только ткань, в которую был завернут Иисус, и Его головной платок. И вспомнили они слова Спасителя, что говорил Он им не раз, о воскресении через три дня после смерти. Великая печаль сменилась великой радостью, ведь Христос действительно воскрес, и побежали женщины с радостной вестью к апостолам. А апостолы пребывали в глубокой скорби, ведь их учитель умер, и умирал он со страшными словами, «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И уже ничего не вселяло в них надежду. И тут ученицы Христа поведали апостолам о радостной новости. Но не сразу поверили апостолы в это чудо, ведь оно было просто неподвластно их человеческому разуму. Они наглухо заперлись в доме, дабы обсудить произошедшее, и вдруг совсем неожиданно в комнату вошел Господь. Встал пред ними и сказал, «Мир вам!» Возрадовались апостолы и пошли проповедовать благую весть всему миру. А Христос еще не раз являлся своим ученикам, пока на сороковой день после своего воскресения не вознесся на небо. Своим воскресением Христос дал людям постигнуть истинность своего божества, истинность своего высокого учения, спасительность своей смерти. Воскресение Христа – это завершение его жизненного подвига. Иного конца не могло быть, ибо это прямое следствие нравственного смысла Христовой жизни. А посему и празднуем сегодня мы великий праздник – Пасху. Светлое Христово Воскресенье О празднике Пасха мы сегодня поговорим с гостем нашей программы. У нас в студии Ирий Александр Пискун, клирик храма в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо». Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему праздник Пасха называют праздником всех праздников? Праздников праздник, вот как-то так. Почему называют его? Ну, для любого верующего человека, христианина, Пасха – это является самым главным праздником. И он, этот праздник вообще выделяется из всех, потому что это фундамент вообще христианской веры. Бог стал человеком, пришел на землю, жил с нами, так же, да, как и мы, испытывал все чувства, кроме греха. И, умерев на кресте, Бог открыл человеку, самое главное – это врата в Царствие Небесное, двери в рай, которые были для человека закрыты. Адам и Ева, ну, и в лице всего человечества покинули это место, и весь Ветхий Завет, люди не могли быть в раю. И Бог, да, взяв на себя грехи всего человечества, умерев на кресте, Он же ни одного греха не сотворил, и Он получил, да, вот это наказание за наши грехи, умерев, вошел в ад, вывел оттуда всех людей, которые Его ждали, и самое главное – Он потом воскрес. И это и есть пасха. Это слово имеет корни еврейские, греческие, переводится как «избавление». И Христос, по сути, совершил вот такую великую победу над грехом и смертью, которую мы с вами, да, не можем совершить. Ни один человек не может не грешить, и ни один человек не может сам воскреснуть. И Христос, Иисус Христос, Бог наш, Он все это сделал для нас. Вот поэтому это самый главный праздник и торжество из торжеств. Скажите, ну для нас, вот, например, что означает это событие? Мы должны как бы равняться на жизнь Христа, на то, собственно... Конечно, Он для нас является, да, Творцом, Отцом, Учителем. Мы читаем Священное Писание, Евангелие, то, что Бог учил нас, как жить правильно. Но для нас самое главное пасха – это избавление от греха. То есть Бог простил каждому человеку все грехи, которые мы совершали, совершаем и будем совершать. Но это прощение нужно только принять, да, покаянием, изменением своей жизни. Но самое главное – это смерть. Вот я как священник, да, очень часто сталкиваюсь с смертью, на отпевание. И казалось бы, вот как утешить человека, у которого умерли близкие люди? Мама, папа, бабушки, дедушки, друзья. И нет таких слов, которые бы помогли, да, дали лекарства для души. А вот то, что все люди воскреснут, и есть жизнь вечная, вот это для нас очень главное и значимое событие, конечно, для любого человека. Скажите, какие исторические события подтверждают вот именно воскрешение Иисуса Христа? Самое главное свидетельство – это, конечно, свидетельство апостолов. Это ученики Иисуса Христа, которые все это видели. Они видели Иисуса Христа, ходящим по земле, что Он говорил, видели Его на кресте, когда Он умирал, видели, как Его во гроб полагали, да, и видели, как Он воскрес, Он им являлся. И вот были такие апостолы, их называют евангелисты, они написали свидетельство о том, что они видели. И вот есть четыре книги таких, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые нам об этом говорят. Ну а также самые главные такие тоже исторические свидетельства – это дальше еще послания других апостолов, которые тоже об этом говорят. Но самое главное – это мученики, которые в первые века, да, были гонения, и люди умирали за свою веру. И вот слово «мученик» буквально переводится как «свидетель». Он своей смертью засвидетельствовал, что для него смерти нет, что он, умерев, обязательно воскреснет, и его душа жива и вечно. Вот это самое главное историческое свидетельство для нас. Скажите, но ведь были апостолы, которые не верили? Были, были, которые не верили апостолы. Расскажите. Сначала, сначала. Ну, самый знаменитый пример – это апостол Фома. Фома неверующий. Когда ему все говорили, мы видели Иисуса Христа воскресшего, и женщины, которые, да, ходили с Иисусом Христом, все говорили, и апостолы говорили, он воскрес, мы его видели, он всем нам явился. Он говорит, он говорил, пока не вложу руки в раны от гвоздей, да, я не поверю. И тогда Христос ему явился, сказал, давай руку свою, вот смотри мои раны. И он тогда поверил, сказал, Господь мой, Бог мой. И мы его, так апостол Фома, называем неверующим, но он был еще, наверное, более верующий, чем мы. По преданию, апостол Фома дошел даже до Индии, и в Индии Христа проповедовал, и там умер мученической смертью. Ничего себе. Скажите, а сейчас идет Страстная Седмица, правильно? Да. А что это за неделя такая? Это неделя, когда мы вот воспоминаем последние дни жизни Иисуса Христа. Земной жизни. Да, да. Мы воспоминаем, как в среду апостол Иуда, да, он был один из 12 учеников, но он предал Иисуса Христа, пришел к этим первосвященникам, властям иудейским, и сказал, что вы мне дадите, чтобы я его предал? Они ему денег дали, 30 серебреньков, и все, он искал удобного случая, чтобы его предать. В четверг Иисус Христос накануне Пасхи совершил тайную вечерю с учениками, и Иуда там сидел, да, вместе с ними, и говорил, что нет, я никогда бы не предал Учителя, да, Иисус Христос уже знал все, он знал, что его уже предали, и вот там Господь совершил тайную вечерю, чистый четверг, да, по-народному. В этот день все люди причащаются, приходят на службу, принимают тело и кровь Господа Иисуса Христа. В пятницу мы воспоминаем его страдания, когда он умер на кресте, его распяли, великая суббота, это день тишины, день покоя, да, суббота, шаббат, покой, да, в этот день, как говорит песнопение, да молчит всяка плоть человечья, то есть все молчат, ничего в этот день не происходило, Христос в этот день был в аду, и всех людей оттуда забирал, всех людей, которые его там ждали. И воскресенье, Пасха, светлый день, когда Христос воскрес и явился всем ученикам. И еще такой вопрос, говоря о исторических событиях, да, подтверждающих воскресенье Иисуса Христа, вот что в Священном Писании об этом написано, то есть это все эти события. События, да, вот о которых я вам говорю, да, на Страстной Седмице, все эти события были написаны как раз в Евангелии Апостолами, и предательство, и тайной вечери, и страдания, и как раз вот Пасха, да, рано утром женщины, Мария Магдалина была, и другие, мама Иисуса Христа Мария была, все они пришли ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса Христа маслом, разными благовониями, такая традиция была. И когда они пришли ко гробу, они увидели, что гроб открыт, воины, которые сторожили эту гробницу, лежали на земле в беспамятстве каком-то, и в гробе сидело два ангела, которые сказали, что зачем вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет, Иисус Христос воскрес, идите, скажите ученикам апостола. Они пошли, им рассказали, и апостолы сначала не поверили. Вот так эти события происходили. И дальше, в последующие дни, до своего вознесения, Иисус Христос являлся своим ученикам. Один раз Он явился двум апостолам, Луке и Клеопе, которые шли, ну, небольшое у них путешествие было, и Он с ними шел, и апостолы не поверили, что это, они Его не узнали точнее, что это Христос. Он шел с ними, беседовал, во всех событиях, которые были, буквально о своей смерти, они Ему все рассказывали, и не узнали учителя. Потом Он преломил хлеб, да, это было вот тоже вот причастие, и они Его узнали сразу. И много других событий, которые происходили после воскресения. Господь на озере являлся апостолом, ученикам, когда они рыбу ловили, рыбка их кормил сжаренной. И вот это все описывается в Священном Писании, в Евангелии апостолами. Скажите, ну, самое главное празднование этого дня, Пасхи, это происходит в церкви. Вот во сколько, куда могут прийти наши православные верующие? Пасхальная служба, она начинается всегда ночью. То есть мы уже предвосхищаем, хотим побыстрее прикоснуться к этому празднику. И ровно в полночь, в 12.00, в 00.00 часов, с субботы на воскресенье, начинается пасхальное богослужение. С крестного хода, и вот все люди, как вот эти жены мироносицы, они идут ко гробу, чтобы встретить Христа воскрешего. Спасибо вам за беседу большое. Сегодня на студии был Ирей Александр Пискун, клирик храма в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо». Дорогие братья и сестры, дорогие хабаровчане, позвольте мне всех вас поздравить светлым Христом воскресеньем Пасхой Христовой. Господь вновь дарвал нам счастье войти в эти светлые, наполненные духовной радостью дни, которые Церковь называет праздником праздников и торжество из торжеств. Великая тайна спасения рода человеческого совершилась. Сын Божий, Сын Человеческий принял плоть от Пресвятой Богородицы, проповедовал нам Евангелие спасения, взошел на крест, пролил свою причистую кровь, искупив нас от греха, смерти и тления. Что еще интересного произошло в мире православия за прошедшую неделю, узнаем прямо сейчас. Вербное воскресенье отметили православные верующие. Так в народе называется праздник Входа Господня в Иерусалим. Это торжество предшествует Пасхе. Оно посвящено одному из главных событий евангельской истории. Перед своими крестными страданиями Господь въехал в Иерусалим на молодом осле. Под ноги ему, как царю, они постелили пальмовые ветви. В торжество Входа Господня в Иерусалим православные в храмах символически воздают богочеловеку хвалу. В разных странах по-разному. В России люди приносят вербы. Она первая распускается весной. Отделение Российского общества православных ученых откроется в Хабаровске. Совместные планы обсудили с дальневосточниками представители межрегиональной просветительской организации. В Грывой центр приехали заместитель председателя объединения, доктор экономических наук Игорь Рязанцев и старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Шалыгина. Встреча состоялась в храме в честь иконы Богородицы «Благодатное небо». Гости рассказали о своих исследованиях, о мотивах создания объединения верующих представителей науки. Сейчас в Российской межрегиональной организации состоят полторы тысячи ученых. Ее отделения имеются в 35 регионах страны. Есть намерение провести в Хабаровске и Накентьевске чтения. В редком фонде Государственной научной библиотеки открыли новую выставку. Она посвящена первой обители на Дальнем Востоке начала 20 века, Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Он известен как Шмаковский. В экспозиции представлена книга приморского священника Григория Ваулина. Она написана в 1903 году. Автор часто бывал в обители. Своё издание он посвятил не только истории монастыря, но и жизни монахов, послушников и паломников. Сотрудники библиотеки дополнили экспозицию фотографиями обители, а также окрестности конца XIX – начала XX веков. Они взяты из коллекции редкого фонда. Кстати, из Свято-Троицкого Никольского монастыря вышел человек, на которого сейчас готовятся документы для канонизации. Это третий хабаровский епископ Пантелейман. Он пострадал за Христа в годы сталинских репрессий. Это была программа «Слово веры». Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова